находка сродни фильма ужасов в лесополосе бобруська нашли тело младенца который был завернут женскую комбинацию и пакет маршрут перестроен за выходные в городе сгорело два автомобиля в результате поврежден капот моторный отсек лобовое стекло где огонь настиг железного коня нужна работа эти деньги не стоят свободы правоохранители задержали трафаретчиков которые наносили надписи с рекламой наркомаркета только у нас подробности громкого дела это сирена громкий чп за неделю страшная правда жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте накануне в бобруське нашли тело новорожденного мальчика тревожное сообщение поступило вечером 12 апреля тело было обнаружено в лесополосе улицы чаплыгина младенец был завернут в женскую комбинацию и полиэтиленовый пакет после проведения судебных экспертиз будет установлена точная причина смерти однако уже сейчас известно роды проходили вне медицинского учреждения личность биологической матери устанавливается обращаемся гражданам обладающим какой-либо информации о женщине которая имела явные признаки беременности а в настоящее время такие признаки отсутствуют как и новорожденные сообщить в ввд бобруського горисполкома либо по линии 102 если вы владеете такой информации обращайтесь по номерам телефонов указанных на ваших экранах анонимность гарантируется как прожить и не работать или бывают ли деньги легкими хватает среди современной молодежи тех кто думает что срубить пару тысяч за вечер это просто и безопасно хоть и не вполне законно но на самом деле представители нижней ступени преступного мира долго на свободе не задерживаются история антона имя вымышленное похоже на сотни других в свои 22 он уже пытался трудиться на предприятиях города но не срослось поэтому ушел и начал искать чем бы заняться в интернете и как говорится кто ищет тот всегда найдет соцсети попалась объявка легкие деньги надо всего-то наносить надписи с рекламой на фасады зданий работа не пыльная и заработок неплохой но только на первый взгляд за два месяца активных стараний молодой человек с напарниками оставили около 600 следов в нескольких регионах страны это только то что удалось доказать сейчас антон говорит жалеет о содеянном мол не подозревал что рекламируют наркомаркеты и вообще не задумывался главным в этой истории был заработок спустя время молодой человек планирует устроиться на нормальную работу и даже нашел куда пусть зарплата не космическая зато легальная эти деньги не стоят свободу трафарет с нужным ником в мессенджерах или адресом сайта баллон с краской старой одежды и смартфон все что нужно для начала карьеры цель наносить простые граффити на стенах в проходных местах оплата доллар за одну надпись наносятся они быстро затем сделанную работу сфотографировать и предъявить заказчику настоящее время как-то пошло такое волнение граждан населения да просто много очень людей начинают наблюдать на фасадах своих домов подъездах заборах и иных общественных местах нанесение надписей с какой-то подозрительной рекламы да и не каждому сведущему человеку понятно что по сути это идет реклама так называемых наркомаркетов с одной стороны трафаретчики портят фасады домов на жилых зданиях таких надписей по несколько штук их закрашивают они появляются снова с другой львиная доля странных объявлений не что иное как реклама ресурсов которые промышляют продажи наркотиков и психоактивных веществ и то и другое не есть хорошо а значит нужно бороться а группа лиц которая была сдержана у нас состоящая из трех человек успели наследить и в минске и витебской области и брестской области и в иных регионах нашей республики в отношении указанной группы лиц в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 341 уголовного кодекса то есть осквернение зданий и сооружений циничными надписями уголовное ответственность за данное преступление грозит до двух лет лишения свободы конечно деньги это путь к свободе но не каждому удается заработать достойные деньги достойным путем в бобруйске за сбыт наркотиков задержан 17-летний бобруйчанин он в погоне за деньгами забыл о легальности своих действий молодой человек попал в поле зрения правоохранителей когда бродил по лесу в поисках тайника забрав закладку он направился к ближайшей остановке где и был задержан при себе у подростка обнаружено и изъято вещество белого цвета которое согласно заключению эксперта особо опасный психотроп мефедрон в ходе допроса задержаны пояснил в поиске работы наткнулся на рекламное объявление о заработке в тысячу долларов работодатель обещал круглую сумму всего за неделю работы парень получал розничные партии товара и был распространителем теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы чисто не там где мусорят а там где убирают в бобруйске девушка украла несколько пачек стирального порошка это уже второй такой случай за неделю на этот раз действие нарушительницы зафиксировали камеры видеонаблюдения после просмотра которых сотрудникам департамента охраны удалось установить приметы подозреваемый и приступить к поискам 25-летнюю горожанку задержали дома известно бобруйчанка нигде не работает ранее судима возбуждено уголовное дело бобруйской за выходные сгорело два автомобиля в субботу на октябрьской спасатели тушили бмв огонь повредил панельную часть машины специалисты пока разбираются в причинах на уже воскресенье днем пламя окутала хендер а чипы в лесу рядом с деревней ламы сообщили очевидцы по прибытию первых подразделениям честно наблюдался выход дыма из-под капота легкого автомобиля 2001 года выпуска спасатели ликвидировали данное возгорание в результате поврежден капот моторный отсек лобовое стекло к счастью пострадавших нет причина пожара выясняется еще один пожар произошел на выходных по тренку резервному горел нежилой дом пламенем повреждены имущество и перекрытие закопчены стены постройка была пусть там никто не пострадал ударный маневр на пересечении ульяновской 50 лет в лксм столкнулись иномарки авария произошла около 16 часов в пятницу водитель volvo как сообщается при развороте не уступил дорогу встречному volkswagen в результате удара повреждены обе машины у немца полностью смят перед в копеечку влетит и ремонт шведского кроссовера никто не пострадал гаи проводят проверку это была сирена ну а больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе и соц сетях я кристина реанс увидимся через неделю